Добрый вечер. Добрый вечер, мои дорогие друзья. Я вновь нахожусь в прямой эфир, и, как анонсировал ранее, я представляю видеобеседу с моими коллегами из разных стран мира. Сегодня в нашей конференции примут участие поэт из Лондона, президент Международной Ассоциации Писателей и Публицистов Давид Куликов, руководитель группы «Культурная жизнь Бельгии» из Ватерлоу Елена Суворова, а также журналист из дивного острова Мальфы Алла Волжи. Я попросил их рассказать о том, как живут их страны в условиях коронавируса. В отличие от весны, сейчас меры не настолько жесткие. Единственное, что если зайти на центр Лондона, там на Пикадилли, на Оксфорд-стрит, вы увидите полную пустыню. В Лондон обычно приезжало в сутки 2 миллиона туристов. Сегодня их нет. И самый центр Лондона вдруг оказался абсолютно пустым. Просто кошмарно. А остальной Лондон живет обычной жизнью. Ну, вот, правда, ограничения штрафуют сейчас за то, что люди ходят. Ну, объявлено, во всяком случае, без масок. Значит, хотя и в магазине можно увидеть людей без масок. И в транспорт вроде. Ну, какой-то водитель в автобус может не пустить, а в какой-то входят. В общем, транспорт движется, стройки работают. Раньше рестораны, кафе открыты. Правда, за одним столиком нельзя находиться больше, максимум 4 человека. Вот. И то все должны быть из одной семьи или какие-то вместе проживающие люди. Штрафы, если они весной были по 100 фунтов, то сейчас объявили, что если ты без маски, 200 фунтов. Ну, это больше 200 евро. Вот. Процентов на 5-10. Начали опять раскупать туалетную бумагу. Это очень хороший признак. Значит, собираются жить. Да, ну, Лондон один из мировых туристических центров. И, конечно, в этом смысле жизнь замерла. Я свой рассказ закончу небольшим стихотворением, немножко шуточным. Если нет просвета, если жизнь убога, хныкать и скулить, это, братцы, грех. Просто там, за пазухой, за пазухой убога, места не хватает, милые для всех. Если нет просвета, нацепи улыбку и полтинник крайний, неси будто миллион. Воздух здесь бесплатный, небо безгранично, а моря бесплатные лежат со всех сторон. Скинемся по фунту, вот и пинта пива, и как Ротшильд с Соросом развалимся в тени. И, глотнув из банки чинно и лениво, провожаем взглядом большие корабли. Если нет просвета, если жизнь убога, хныкать и скулить, это, братцы, грех. Просто там, за пазухой, за пазухой убога, места не хватает, милые для всех. Живу я под Брюсселем, в городе Ватерлоу. Вот даже у меня сегодня, видите, неожиданно маечка оказалась с тем же самым именем. Хотя это станция метро, по-моему, в Лондоне, да? Да-да-да. Но символ нашего города Ватерлоу. Город Ватерлоу, я думаю, знают все. Знаменитая битва Наполеона с Веллингтоном как раз. Опять-таки Англия тут присутствует. Город у нас небольшой, но очень такой современный. И, конечно же, мы следуем правилам и Бельгии, и Брюсселя. Вот до недавнего времени, буквально вот несколько дней назад, в Брюсселе были введены определенные меры. Немножечко другие, не такие, как во всей стране. Но вчера заседали, в среду заседали. И, в общем, дозаседались до такого момента, что теперь опять закрыли все кафе, все рестораны, только take away, то есть это на вынос. Конечно, люди недовольны, и сами эти же рестораны недовольны, потому что они терпят большие убытки, но государство обещало помочь и оказать им определенную помощь. На месяц, пока это на месяц. Также вот вчера вечером опять они совещались и издали новые указания. Теперь, например, в институтах могут быть только 20% учеников посещать занятия. То есть они будут делить группы, и вот кучками, так вот, как будет, наверное, один преподаватель, там три студента, они будут ходить в университет. В школе вот только сейчас у меня вернулся старший сын и сказал, что все, ура, хожу теперь в школу только в понедельник, в четверг. Все. А в остальные дни сидим дома, занимаемся с компьютером, ну, то есть там с тетрадками. То есть вот на старшие классы, как бы уже окончание, то есть это получается наши там 9, 10, 11 класс, да, уже почти выпускные, у них так, младшие классы пока еще ходят каждый день. Что еще? Запретили спортивные состязания. Состязания только без зрителей. И тоже, если это контактный вид спорта, запрещено. Секции для детей до 12 лет разрешены. После 12 уже смотрят на вид спорта. Бассейны разрешены, остались открытыми. Но закрыли, например, все парки развлечений, но оставили зоопарки. То есть все как-то очень выборочно и непонятно. Также я занимаюсь, помимо того, что я развиваю культурную жизнь, сайт в Бельгии, еще у меня есть страничка, называется «Балет Хрус Бельжик». То есть русский балет, потому как я помогаю Санкт-Петербургской балетной компании, которая приезжает сюда и представляет наши балеты в основном в театре Бозаар в Брюсселе. Это основная такая концертная площадка. Ну и иногда вот там на Мюр, Льеш, Антверпен. И мы планировали балет на 18 октября. Соответственно, его перенесли сейчас на 29 ноября. Но пока нас не закрывают, пока мы можем продавать билеты, но 100 человек зрителей из зала, который был 470 мест. Представляете, да, насколько это... Пока вот написано, по последним данным, 200 человек остается ограничение на все залы. Ну там, а дальше они смотрят по размеру. Также мы успели с нашей театральной... Я еще в театре немножко играю. С нашей театральной группой мы успели показать детский спектакль. И вот тут тоже была ситуация. У нас было, значит, 4 актера, помощники по свету, звуку, еще человек 6 и 35 зрителей. Я буду кратко, Марк. Потому что, в общем, ну, Мальта как член Евросоюза, и у нас, в принципе, все как у всех. Единственное, что отличает Мальту, это действительно очень маленькая остров, точнее, группа островов. Ее даже, так сказать, молодежь называет Вилли Вон де Рок. Да, мы живем на скале. Хотя, с другой стороны, это мальтийский архипелаг. Вот, всего 450 тысяч зрителей, ой, жителей, то есть, и зрителей тоже. То есть, это очень, ну, тесные люди живут. И в одном спектакле, написанном в мальтийском спектакле, была основная песенка «Everyone in Malta is related». То есть, на Мальте все родственники или друзья. Ты начинаешь с кем-то разговаривать, и ты вскоре найдешь. То есть, нам не надо 6 рукопожатий. Там два рукопожатия, и ты находишь, ой, я с твоим там братом учился, ой, моя тетя, ой, там это. И все, 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 все друг друга знают. Более того, очень такое, как бы, семейное друг к другу отношение. То есть, полиция почти никого не задерживает, не арестовывает, потому что там его кузен с ним учился, и поэтому и штрафов мало выписывают, останавливать пытаются, в основном, иностранцев. Вот, иностранцев не жалко и остановить, и оштрафовать, и потребовать от них соблюдение законов. Сегодня я тоже иду в театр. Я иду в наш замечательный театр «Мануэль», построенный при Грэндмасте, великом магистре Мануэле Девилеха в 1720 году, который сохранен совершенно, как он и был, но место, вот как, то же самое, как у Леночки, вместо там 650 человек, нас будет где-то 65, сказали. То есть, даже это не, ну, вот так вот, прям в шахматном порядке по два человека будут все сидеть. Но я иду, и будет концерт замечательный, сопрано и живая музыка, небольшой концерт. А народ, а народ очень такой здесь расслабленный, потому что люди живут на курорте, мы окружены морем, мы продуваемся ветрами, народ веселый, расслабленный, дружелюбный и, в общем-то, ну, такой изи-изи-гоинг и спокойно относящийся к жизни. Мне очень нравится мальтийский образ жизни, потому что я человек тоже импульсивный, в принципе, богемный, безалаберный, неорганизованный, и мне вот это нравится. Ну что ж, Майк, я прежде хочу сказать о станции Ватерлоу в Лондоне. Это железнодорожная станция, ну, естественно, станция метро тоже есть в Ватерлоу. Она не простая станция, это станция, на которую приходит поезд из Парижа на Ватерлоу. То есть, въезжая в Англию, англичане напоминают французам про Ватерлоу. Дедов дом, где вдоль стен палати печка русская с добрым теплом, и черемуха в свадебном платье подрезным красовалась окном. Здесь родных после долгой разлуки дед усаживал под образа, помню эти тяжелые руки, и в прищуре с хитринкой глаза. Бабка что-то на стол гоношила, из братины пивали мы квас, помню дратву, и дедова шила, за которое пород не раз. Под иконами тлела лампада, и полохлада гуляла в синях, и порою нет с памятью сладу, мне подворье влететь на санях. Но к чему брать плацкартный билет, торопиться с нелегкою ношу, ведь давно дома дедова нет, а экспрессы не ходят в прошлое. Ну вот, дорогие друзья, подошла к концу наша видеоконференция, а я от вашего имени от себя лично хочу поблагодарить наши гости за участие и надеюсь, что вам было интересно услышать информацию, которую поведали мои гости. До скорой встречи, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok